27 октября губернатор Псковской области Андрей Турчак находился в Великих Луках с рабочей поездкой. В поездке дня значилось торжественное открытие первой в Великолупском районе модульной газовой котельной, детского сада на улице Лизы Чайкиной, 14, и открытие в Центральной городской больнице первичного сосудистого отделения. На торжественном открытии в посёлке Переслегина Андрей Турчак поблагодарил Андрея Ягоровича, представителя саратовской компании ЗАО «Корпорация Профессионал», которая выступила подрядчиком за успешную работу по установке котельной. Не только обеспечили качество, но и дали ещё существенную экономию. На этом объекте областной бюджет сэкономил больше 4 миллионов рублей, которые также пойдут на решение проблем ЖКХ Великолупского района. В свою очередь, глава Великолупского района Игорь Калашников в своём выступлении пообещал жителям волости к июлю 2012 года построить новую очистную станцию. Здесь, вы видите, стоят вышки для бурения воды, закончена скважина одна, и подготовлены фундаменты уже под новую очистную станцию для воды. Вы понимаете, что должно отразиться в итоге на плодушку? Вот чуть-чуть. Это надо. На чуть-чуть. На чуть-чуть. Это важно. К 11.00 делегацию во главе с губернатором области Андреем Турчаком ждали на открытии второго корпуса детского сада номер 19 «Ласточка» на улице Лизы Чайкиной, 14. Я ещё раз хотел бы вас всех поздравить с этим радостным событием. Буквально 1 сентября мы встречались и открывали гимназию в Великих Луках. Сегодня открываем детский сад. Это хороший знак. Это говорит о том, что администрация города Великие Луки, депутаты городской думы, депутаты Единой России уделяют огромное внимание решению, в первую очередь, социальных вопросов жителей города. Я ещё раз от всей души вас поздравляю. Ребята, вам уюта, тепла, хорошего общения, хороших знаний и всего самого доброго. Поздравляю. После открытия газовой котельной в Переслегино и второго корпуса детского сада «Ласточка» губернатор Андрей Турчак отправился в центральную городскую больницу на открытие первичного отделения Псковского регионального сосудистого центра. Давайте честно скажем, что уже отделение работает. Работает. Вам нужно было время, чтобы отработать все процессы. Сколько сейчас у нас пациентов? 60. 60 пациентов, да. В Великолупском сосудистом центре будут работать два отделения для мозгового и сердечного кровообращения. В настоящее время учреждение уже приняло первых пациентов. Губернатор совершил небольшой обход по палатам, а затем пообщался с врачами центральной городской больницы. Мы готовы сегодня ответить на все ваши вопросы. И я предлагаю как раз сегодняшнее общение построить в режиме вопросов и ответов, нежели докладов нас и выступлений каких-то. Мы ходатайствовали на об отделение комнат в общежитиях. Администрация больницы в главе главного врача нам эти ходатайства представляла и не раз. Но территория общежития отказывают нам в жилье, так как они не могут обеспечить своих сотрудников. Должно появиться социальное жилье и сложим это в рамках программы областной и муниципальной. Я не буду сейчас говорить год, когда это состоится, но то, что мы в этом году с Николаем Николаевичем об этом будем разговаривать и посмотрим проектировки на 2012 и 2013 год, чтобы такое общежитие появилось. Заместитель губернатора Вера Емельянова, присутствующая на встрече, сказала, что по программе модернизации здравоохранения «Великие Луки» получат 840 миллионов рублей в 2012-2013 годах. На встрече также обсудили новую систему оплаты труда. Глава региона пообещал разобрать ситуацию с зарплатами в Великолугском здравоохранении по косточкам при переходе с муниципального уровня на областной. Одним из преимуществ перевода медицинских объектов в ведомство области Андрей Турчак назвал унифицирование во всей области схем оплаты труда врачам и персоналу.